Логика нам объясняет, что делать в жизни, в разных ситуациях, задачах и так далее. А догма, она нас статизирует. Так и больше никак. То есть ты не сможешь без логики разобрать. То есть логика позволяет понять, что делать, а догма не позволяет. То, что за догмой стоит расшифровок. Вот смотрите, давайте вот пример возьмем, самый простой, постамент, да? Догма, да, например. Прошлое за студии не в счет, да, например, да? То есть, допустим, я принимаю эту догму. Предположим, я ее принял и вот я так живу. В определенный момент времени, у меня происходит как бы такая ситуация, что я спрашиваю, а зачем мне это догма? И вот здесь появляется там наставник, и он начинает объяснять издалека, вот так, по кругу, для чего эта догма, это занимает 6 часов, а когда он заканчивает объяснять, выясняется, что никого ответа на вопрос ты не получил. Потому что догма не предназначена для реализации задачи. Она контроль себя. А логика – это то, что позволяет понять, что нужно сделать в данной ситуации. Так вот, когда мы говорим догма и логика, это присуще разным уровням. То есть, у прототипологического блока своя логика, у архетипологического блока своя логика памяти, у родового блока своя логика. Это три разные логики совершенно. У сознания своя логика, понимаете? Это четыре логики. Понимаешь? А еще есть логика автоматики. Еще логика автоматики. Это пятая логика. И каждая логика, она для чего-то предназначена. Теперь давайте возьмем догму. А что такое догма? Догмы в роду. То есть, это родовая концепция. Догма – это родовая концепция. Прототипы не имеют догму. Архетипы не имеют догму. Это свойство родовой концепции. То есть, родовая концепция пытается логику привести к догме. То есть, у нас в семье так не принято. Все, понимаете? У нас в доме так не принято. То есть, это догма. Ну, догма, она же впитал. То есть, по сути своей, почему говорят догма, да? Вот как нам переложить догму и логику? Вот так, чтобы нам было сразу понятно. Существуют общевоинские уставы. И это догма. Почему это догма? Да потому что они кровью написали. То есть, это делать нельзя. Это нужно делать так, иначе беды не миновать. Это догма. То есть, догма тебя должна уберечь от беды. Понимаете? А вот логика тебе должна позволить убереженному от беды что-то сделать. Поэтому существует боевой устав, а существует общевоинский устав. Это два разных устава. Боевой устав рассказывает, как воевать. А общевоинский устав рассказывает, как остаться в живу. Это догма и логика. И это разные два устава. Есть корабельный устав, военно-морского флота устава. А есть боевой устав военно-морского флота. Корабельный устав – это догма. А боевой устав – это логика. И это два разных устава. и поэтому существует постамент это долго и прикладная наука это боевую став постамент к чек ему сказали одно делать он начинает делать другое он опирается на догму какую-то неизвестную к ему только одному известную тут и потом мы удивляемся от того почему у нас не проявлены пленки понимаете почему человек взял деньги взял пленки не проявил было что у него и существует долб у него логики нет вы ищете логику там где дома и у нет уже там где дом в этом нет логика а там здесь логика там нет догматики потому что смотрите нормальной системе из догмы проистекает логика а из логики проистекает дом они взаимосвязаны между собой как прикладная наука и постамент они вот так связаны между собой и одно проистекает и доказывает другое а это проистекали доказывает она как как шар вращающийся а в идиотских системам все было в них у них логика противоречит дом и я почему всегда настаиваю на логике потому что логика позволяет ориентироваться и позволяет найти решение а догма нет долго не позволяет искать решение в этом все суть